Здравствуйте, здравствуйте, с вами Снежана. Давайте посмотрим, почему не получаются отношения с загаданным человеком. Загадывайте его, давайте. Сюда мы его посмотрим, да. Для начала, что за человек? Сердечный какой, да, всегда на выборе. Это его крест, девочки. Никогда не знает, влюблён, не влюблён, да, сердце, развилка, то есть. Никогда не знает, когда влюбится, откуда придёт, да, это чувство. Это прямо его крест по всем дорожкам бегать со своей любовью, девочки. Вот такой вот. Давайте посмотрим, почему же не получаются отношения с человеком, которого вы загадали. Почему не получаются? Да не вырос он, девочки, как банально, но вот так и есть, Паш Мичей. Не вырос он ещё, Мичевой, да. Он такой в прострации, такой вот, понимаете, весь воздушный, такой весь внезапный он. Я не знаю, как ещё сказать. Его болтает двойка. Это всегда не то, что неопределённость. В этом случае даже то, что у человека нет энергии чего-то вам дать. Он ещё не созрел, да неважно, сколько ему лет, он ничего не может. У него для этого энергии нет, желания нет, ничего у него нет. Он вечно может быть в расстроенных чувствах, вечно у него какая-то личная трагедия, да, вот так вот. Хочется от жизни больше, и причём больше это материально. То есть от всех, возможно, так как он ещё маленький, да, от всех он ждёт только, когда же ему дадут денежку, да. Любите меня, что-то делайте, да, то есть вот для меня, пожалуйста, делайте. Я вот такой вот весь. А сам я ничего никому дать не могу. Вот так вот банально, девочки, ответ на вопрос, да. Почему не получается? Потому что он не может нести ответственность. Паш Мечей, ребёнок, ваш ребёнок может ответственность нести за что-то? Конечно же нет. Ну и здесь та же самая история. Ещё постоянно приходится ему как-то себя перегибать. Постоянно что-то, вот он прям через силу это делает для кого-то что-то, да. Тут ещё и рыцарь Мечей, да. То есть растёт мальчик, а по мере роста у него открываются новые желания, новые хотелки, и всё это под себя. Не надо расти, не надо набираться опытом, не надо учиться. Я хочу туда, я хочу сюда, я хочу тут, здесь. Опачки, мне сюда надо. Вот такой вот человек. Ты со мной, не со мной, до свидания. Никто и ничто в этом мире не имеет значения. Как может получиться с таким человеком отношение? У него такой, может быть, период, а может быть такая жизнь, да, когда он направлен только на себя. Ему нравится, вот, да, Рыцарь Мечей и Паш Кубков. Соединим, да, вместе две карты. Рыцарь Мечей, да, такой весь прям импульс у него. Он меч выхватывает. Да я, я погнал везде, туда-сюда. То есть он ветер, он везде, да, ему всё надо. И Паш Кубков, да, я хочу, я хочу, вот он выхватил меч, я хочу туда, потому что там интересненько. Можно с кем-то поговорить. Ой, как увлечённо, как мне это интересно, да, Паш Кубков. Это двойки-тройки. Ему всё интересно, диалоги со всеми, да, потому что ему нравится учиться, нравится изучать людей. Для чего? Чтобы ими можно было управлять. Потому что всё-таки мечи – это больше управление, мозговая часть, поведение изучать, троечки кубков, да, там весело, там хорошо, там можно опять найти нужные связи. Потому что рыцарь мечи – это определённо выходит на тот уровень людей, которые нужны, важны, они ему выгодны. То есть здесь человек, он не направлен на какую-то семью, на теплоту, сидеть, обниматься. То есть у него это может быть временами, но временами, да, потом он всё это, опять шпага, он там глаза задрал, и всё. И понеслась душа в рай, да, такой вот человечек. От этого у него и башня, да, и с вами башня. Потому что относится безответственно, безалаберно, всё ему смехахоньки, да, всё ему нахуёчки, так вот, да, смехуёчки, извините меня, простите, вырвалась. Но так и есть, да. То есть ему надо много народу, ему надо нужные связи, ему надо связи лёгкие, да, которые не обременяющие, да, которые его выводят на стадию, да, из рыцаря. Даже из божа кубков, короля кубков. То есть человек нравится всем, любит быть на пьедестале, ему нравится его значимость, ему нравится его чувства. Он их даёт, он любит их получать чувства, но не более того. Всё это он всегда делает из-за эгоистичных побуждений своих, чтобы иметь какую-то выгоду. Рыцарь мечей – это выгода всегда, это выгода во всём, это мозг. И сердце, да, человек включает тогда, когда ему это надо, то есть нужно, для чего-то, девочки, понимаете. Поэтому и не получаются. В отношении вас-то что у него? Паш Пентакли, пожалуйста, те крылатые качели, как у меня уже было, сегодня видео снимала, да, летят, летят. Вот всё, его качает, его болтает, да. Он не знает, он неопределён, ему вроде надо, вроде не надо. Потому что с вами это надо какая-то работа над ошибками, что-то исправлять, где-то прогибаться, что-то слушать, да, внимать. Вот это вот ему и прервали нас, ему это не нужно, понимаете. Ну, опять же, без вас никак, возможно. Потому что если человек, к примеру, возвращается, мне здесь не показали, но это возможно. Девятка Пентакли говорит о том, что человек может возвращаться, потому что здесь вы, женщина, очень ценная, самодостаточная, яркая. Всё у вас есть, и он на эту ценность к вам приходит. Определённая выгода опять материальная. Но на этом всё. Человек не готов вылазить из собственной зоны комфорта. Ему так хорошо, ему не хочется ничего ни для кого делать, хотя у него для этого есть энергия, но энергия только для себя. Вот так.